26 ноября 2020 года на заседании Краевого Заксобрания принят закон об объединении всех поселений Кунгурского муниципального района и города Кунгура. Подобное преобразование с одновременной сменой статуса городского округа на муниципальный является первым не только в крае, но и в стране. Объединение территорий дало много новых возможностей для всех сфер жизни округа, в первую очередь для людей, живущих здесь. В Кунгурском муниципальном округе проживает свыше 104 тысяч человек. Большое внимание уделяется образованию подрастающего поколения. На территорию округа расположено 33 образовательных учреждения, в которых обучается более 12,5 тысяч школьников. 1 сентября 2022 года в школе поселка Капсомольске открыли первый в округе центр образования, естественно, научной направленности, точка роста. В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования ребята будут заниматься по нескольким предметным областям. Уроки физики, химии и биологии стали очень интересными благодаря новым устройствам. Например, лабораторная работа по строению клетки. Мы используем USB-микроскопы. Теперь более 300 учеников только Комсомольской школы могут по-современному погружаться в изучение любимых предметов. Обучаться будут не только школьники Комсомольской школы, а также и для Слежащих, Филипповской и Плифановской школы. Безусловно, это должно стать очень хорошей точкой роста во владении знаниями, умениями, навыками, а значит, в будущей очень хорошей итоговой аттестации и поступления в те вузы, которые дети пожелают. Оснащение центра «Точка роста» оценил и глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. Стоит отметить, что по инициативе педагогического состава к образовательной программе центр присоединили класс МЧС. Такой полный комплект для практических занятий редко где увидишь. Представлено оборудование для пожарно-спасательного спорта, боевое оборудование. Все это оборудование нам помогает не просто знать это, а еще и уметь. Есть на территории школы спортивная площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Это силовые и кардиотренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, место для занятий баскетболом и футболом. Функционирует эта спортивная зона с 2020 года. А вот еще из нового в поселке – это социальный кинозал, который открыли в Комсомольском центре досуга 27 августа этого года. «Открытие кинозала – это необходимо. Это как раз возрождение кинематографии в Пермском крае. И не только в городах, в малых населенных пунктах, где мы можем прийти бесплатно посмотреть». И это уже пятый социальный кинозал, открытый в муниципальном округе. Еще одна активно развивающаяся территория муниципалитета – село Филипповка. Буквально семь лет назад здесь открыли новый детский сад на сто мест. С тех пор, по словам специалистов, рождаемость увеличилась и потребность в новой школе возросла. И уже сегодня дошколята считают количество окон в строящемся здании школы на 220 учащихся. Готовность объекта – 60%. «Уже идет отделка стен, идет завершение работ по кровле, укладка плитки и укладка вентиляционных шахт. Территория, которая занимает школу сегодня – это 3,5 гектара. Около школы установлена баскетбольная площадка, площадка для сдачи ГТО». По плану объект должен быть сдан уже в феврале 2023 года, а значит в следующем учебном году школьники будут учиться в новом здании. В округе ведется строительство еще одной школы на 825 мест в Кунгуре. Ее строительство позволит разгрузить другие городские образовательные учреждения. Преображается и административный центр округа. С июня этого года началась масштабная реконструкция стадиона «Труд». Это является центральный спортивный объект Кунгурского муниципального округа. В рамках 718 постановления при образовании двух муниципальных образований появилась такая возможность подать заявку в Министерство реального развития и получить определенный грант на выполнение этих работ. На стадионе появится новое футбольное поле, беговые дорожки, многофункциональная спортивная площадка для игры в стритбол и волейбол и обновленная хоккейная коробка. Стадион будет адаптирован и для занятий спортом маломобильных групп населения. Обновленная инфраструктура позволит расширить направленность спортивных секций и привлечь больше населения к занятиям физической активностью. Безусловно, Кунгурский муниципальный округ – это еще и туристический центр, привлекающий отечественных и зарубежных путешественников. Белогорский монастырь называют Уральским Афоном – это центр паломничества Прикамья. Кунгурская ледяная пещера входит в число самых популярных достопримечательностей России. Фестиваль «Небесная ярмарка» широко известен по всей стране и за ее пределами. Кунгур – это еще и исторический город. В 2023 году он отметит 360-летие. В местной администрации активно готовятся к большому юбилею города и планируют обустроить исторический центр. У наших жителей зародилась идея поучаствовать в проекте «Малоисторические города». Это федеральный проект, проект Минстроя Российской Федерации как раз по благоустройству центра города, соборная площадь, где раньше стоял Благовещенский собор. Проект Кунгурского муниципального округа с рабочим названием «Кунгур – город мастеров» победил в номинации «Малые города». Начиная вот с площади и пойдет у нас реализация проекта «Все вниз» по улице Карла Марса. Здесь будет символическая арка построена как раз вот в честь собора, который стоял на этой площади. Ну и благоустройство территории. Это фасады, клумбы, газоны. В пределах 100 миллионов мы должны будем вот этот проект реализовать. По словам Вадима Лысанова, это только начало. На реализации этого проекта муниципалитет не остановится и будет и дальше участвовать в федеральных проектах, тем самым благоустраивая новые территории округа. И жители земли Кунгурской в этом принимают непосредственное участие. Например, в прошлом году сквер «Семьи, любви и верности» стал одним из победителей в интернет-голосовании проектов по благоустройству общественных территорий. В сквере установят малые архитектурные формы, обустроят места для отдыха и проведут озеленение. Ежегодно в муниципалитете благоустраиваются и придомовые территории в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году по данному направлению нашему муниципалитету было выделено около 55 миллионов рублей. И, соответственно, денежные средства были распределены по более значимым объектам. То есть в этом году у нас благоустраиваются пять общественных территорий. Это одна общественная территория в городе Кунгуре и четыре общественных территории в сельской местности и пять дворовых территорий. Стоит отметить, что в результате преобразования в Кунгурский муниципальный округ входит 241 населенный пункт. Территория большая, в развитии ее инфраструктуры помогают сельхозпредприятия. Так в селе Троицк появилась новая спортивная площадка, детская площадка и тренажеры. Развивается дом культуры. Потому что на сегодня понимаем, что очень важно как бы вкладывать денежки, чтобы людям комфортно жилось на нашей территории. Вот мы были с вами в клубе, который находится рядом со школой. Видели, что детки, которые из школы, они пришли, занимаются, общаются. В общем, нисколько не пожалели, что вложили эти деньги. Потому что все это приводит к тому, что люди остаются работать в хозяйстве, приходит молодежь. Фермеры муниципалитета заботятся не только о своих жителях, но и обо всем при Камье, внося вклад в продовольственную безопасность региона. Унгурский муниципальный округ по праву считается житницей Пермского края. Мы по-прежнему занимаем лидирующие позиции по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. Это первое место по молоку, по производству яйца. Второе место у нас производство мяса. И производство зерна также лидирующие позиции. В этом главная заслуга сельхозтоваропроизводителей округа, которые работают по всем направлениям отрасли. Мы выращиваем цветную капусту, пекинскую капусту, кальраби, белокочанную капусту. Самый большой объем у нас белокочанная капуста. Около 100 гектар. Больше 100 гектар. А вот эти проще капусты, это где-то 10 гектар плюсом идет. Кроме этого, 25 гектар моркови, 10 гектар свеклы, 110 гектар картофеля в этом году. Зерновых где-то 2500 гектар. Это и ячмень, и пшеница, и рва, и озимая. Ну и рожь немножко. Тем самым создается симбиоз в работе предприятий, жителей и органов местного самоуправления. Главной ценностью округа являются, конечно же, люди. Для них здесь создаются комфортные условия проживания, развивается инфраструктура, строятся социальные объекты. В свою очередь, жители хотят развиваться в родном округе. И объединение Кунгура и Кунгурского района в этом сыграло большую роль. Консолидация бюджета позволила участвовать в более амбициозных проектах, которые притягивают больше финансирования для развития Кунгурского муниципального округа. Тем самым здесь улучшаются условия жизни и появляются большие перспективы и широкие возможности для местного населения.